В Черногорске задержали грабителя, который выхватил из рук девушки телефон и избежал. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Как сообщает МВД, 34-летний черногорец подкараулил случайную прохожую и неожиданно вырвал мобильник. Выяснилось, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности. Свою добычу налетчик продал, теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы. А в Абакане разыскивают другого грабителя, который похитил телефон более изощренным способом. Дело было 23 января в подъезде дома номер 106 по улице Чертыгашева. Подозреваемый подошел к девушке и попросил телефон, чтобы позвонить. Как только трубка оказалась в его руках, он удрал. Для установления обстоятельств произошедшего разыскивается молодой человек, попавший в объектив камеры наблюдения. Любую информацию можно сообщить в полицию по телефону 02. Очередные печные пожары повредили дома в Ширинском районе и Абакане. За прошедшие сутки в Хакасе зарегистрировано два возгорания. В ночь на вторник в селе Туим загорелась крыша жилого дома. Пожар был поздно обнаружен, произошло обрушение потолочного перекрытия. Предварительная причина случившегося – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. Утром пожар произошел в частном доме в Абакане. Огонь обнаружили на ранней стадии и успели вызвать спасателей. Пламя повредило потолочное перекрытие вокруг дымохода. Возгорание произошло из-за несоответствия размеров разделки перекрытия от дымовой трубы. С начала года в Хакасии произошло уже 122 пожара. За три недели Нового года в Хакасии поймали 300 водителей-бесправников. Интересно то, что нарушители не просто забыли документ дома, а вовсе не учились в автошколе. Такой информацией поделились в Республиканской ГИБДД. Стоит ли говорить, что такие шоферы представляют реальную угрозу не только для себя и своих пассажиров, но и для окружающих, ведь с правилами дорожного движения они знакомы лишь понаслышке. Госавтоинспекция напоминает, что штраф за управление транспортным средством, не имея на то права, составляет 15 тысяч рублей. Тот, кто отважится передать управление своим авто человеку, не имеющему удостоверения, вынужден будет оплатить штраф уже в размере 30 тысяч. Однако стоит задуматься о том, что никакой штраф и никакие деньги не смогут вернуть здоровье и жизнь тем участникам дорожного движения, которые пострадают по вине бесправника.